13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня будет высказывать ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов Владимир Сергеевич. Добрый день. Добрый день. Сразу приступим к делу. Итак, я хочу поговорить с вами в первую очередь о законопроекте, который давно там ждали-ждали-ждали. Распоряжение по приготовлению, изготовлению этого законопроекта последовало еще в прошлом году. Сейчас я открою прямо пояснительную записку и скажу, когда. От 5 мая 2014 года. Это была пояснительная записка в проекте федерального закона о защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях от преследования и ущемления их прав и законных интересов со сторон должностных лиц, действия и бездействия, которых обжалуются. Очень коротко говоря, законопроект должен быть направлен на то, чтобы люди сообщали о случаях коррупции куда надо. И поскольку они могут подвергнуться какому-то давлению, преследованию и еще прочим ужасам, то их нужно как-то защитить. Вот сейчас Министерство труда Российской Федерации подготовило этот законопроект о защите и примировании. Тут новое слово появляется, которое я еще не потребила, лиц, сообщивших о коррупции и правонарушениях. Документ опубликован на едином портале, каждый может зайти и посмотреть, что это за документ. Но примироваться надо сказать, люди будут только после того, как факт коррупции будет доказан. Что это такое? Вот в Китае, например, наказывают не только за то, что ты коррупционер, но и за то, что вообще не сообщают, если это вскрывается, люди знали, но не сообщили. Да, и карают, и весьма жестоко карают. Но результат, как мы знаем, в Китае коррупция, по крайней мере, то, как это выглядит, она как процветала, так и процветает. Ну, про Китай мне известно достаточно много. Расскажите нам, вот то, что делают в Китае, то, что делают у нас, это все поможет в борьбе с коррупцией? К чему это приведет? Я могу сказать так свое мнение. Для меня она очень, вот эти все действия вызывают сомнения, что они приведут действительно к борьбе с коррупцией, что коррупция будет побеждена. Потому что, во-первых, надо понимать, что коррупция бывает очень разных видов, очень тонкая коррупция. Иногда даже непонятно, что это коррупция. И что сообщать? Вот есть эти международные, так сказать, законы, которые обозначают, какие действия являются коррупционными. Так вот, у нас в нашем законодательстве далеко не все эти действия признаны преступными. Поэтому, как мы будем бороться с тем, что они являются преступлением? Да, мы должны на наше законодательство ориентироваться. На наше законодательство будем ориентироваться, значит, не получим необходимого результата. А, конечно, бороться с коррупцией нужно, потому что, по оценкам некоторым, коррупционная составляющая, так сказать, приносит ущерб от 15 до 20 процентов. Даже некоторые считают ВВП любой страны, где эта коррупция процветает. А у нас очень сильно процветает, мы на одном из последних мест, 170-е, я сейчас не беру сказать, в отношении именно коррупционности. А что касается в Китае, то там считается, что 99 процентов чиновников коррумпированы. А приори, потому что само чиновничество, а в Китае чиновники, ну они, насколько Китай известны, да, то есть там цивилизации все-таки больше 3000 лет. Они уже знают там. Чиновники были всегда, и они всегда на это кормились. Собственно, изначально зарплата чиновника, она состояла из подношений граждан. И поэтому это было естественным ходом вещей. То есть, если ты чиновник, то как ты не будешь брать, а на что ты тогда будешь жить. И то, что сейчас пытается Компартия Китая сделать, это скорее, так сказать, нонсенс, который никак не укладывается в головах пропитанных вот этой тысячелетней культурой. Ну как не брать, если всегда это было. И я скажу, что и в России это ведь тоже. То есть, эти крупные чиновники всегда кормились с мест, то есть, область, допустим, губерния отдалась на кормление, так и говорилось. То есть, не было зарплаты из федерального центра, то есть, получать-то здесь из того, что каков такой приход. То есть, у чиновника свой приход был. Что касается Китая, продолжим немножко. То есть, да, там активная борьба развернулась. И, ну, по некоторым данным, то, что я, во всяком случае, знаю, в год осуждают до 600 тысяч, до 600 тысяч каждый год, извините, не в год, а вот за последние 10 лет, за последние 10 лет более 600 тысяч чиновников именно, чиновников было осуждено за взятки. Причем чиновников совершенно различного уровня, то есть, там не чураются, так сказать, погонами и званиями. И, допустим, был осужден, насколько я помню, министр путей сообщения. То есть, да, представьте, очень высокая должность. Был, по-моему, даже расстрелян бывший мэр Шанхая за взятые числа. Причем делают они все это публично, освещая это дело в СМИ, вполне себе наглядно, но ничего не меняется. Или меняется? Меняется. Меняется, но... Берут меньше? Нет. Вы знаете, чем строже наказание, тем больше взяток. Потому что... Если рисковать, так уж рисковать по кругу. Ну, да, если украсть, так или он, говорят, да, это раз. Во-вторых, хитрее поступают просто-напросто. Ну, вот один из способов того, как... Сейчас рецепт последует, как брать взятки. Да, от того, как берут взятки, вот то, что я слышал сам, будучи в Китае. Ну, в Китае, допустим, влажена очень хорошо такое понимание антикварная керамика. То есть, вот вазы видели китайские, да? Да, да. Их, во-первых, очень много, они существовали с древнейших времен, там, династия Тан, династия Амин. То есть, Китай не стоит меньше трех тысяч рублей, а на аукционе какой-нибудь Сотбис, там, гораздо выше. И понимаете, очень трудно определить, какого века это вазы, если вы не знаете, а еще можно ее, так сказать, подновить и так далее. Но, на самом деле, расценки на эти вазы очень хорошо всем известны. И есть магазины, которые именно торгуют. И так, человек, который хочет поднести взятку, он покупает эту вазу дорогую, соответственно, он знает, каково должно быть подношение, то есть, на эту сумму. Ну, подносит ее в качестве презента чиновнику, при этом она может выглядеть, как совершенно современная, да? Чиновник, зная о том, о стоимости этой вазы, несет эту вазу обратно в тот же магазин. Магазин получает свою компенсацию, 10% чиновник получает свои деньги. Так. А что-то нет ограничений по стоимости подношения в качестве сувениров? Ну, вы попробуйте определить, сколько стоит эта ваза, откуда чиновник мог знать, условно говоря, что это была антикварная вещь. Ну, побрякушка и побрякушка. Возвращаясь к нашим законам, да, и законопроектам, все-таки, как вы думаете, законопроект, вот мне интересно, почему внесли туда графу поощрять госслужащих, которые указывают на факты коррупции, видимо, и материально тоже поощрять, потому что, если это не деньги, то это поездка в какой-нибудь санаторий или еще что-то. Нет, 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 это деньги, там заключено, значит, от 5 до 15% от суммы, которую удалось, по-моему, сохранить в бюджете. Вы знаете, это очень интересно. Это деньги, там конкретно и прописаны, но дело в том, что эта система существует в других странах, наиболее развита это в США, там до 30% выплачивают, и вот самая, по-моему, большая сумма премиальных составила 102 миллиона долларов даже как-то получил один стукач за то, что, так сказать, рассказал о делах своей фирмы. Да, и однако мы помним, что в Америке все-таки эта традиция, не только в Америке, а в многих странах Европы, это нормально, традиционно, когда люди сообщают о своих соседях, о своих подчиненных, о своих начальниках и так далее, не только. Вот я про это и хотел сказать, что мы можем, конечно, обсуждать, какая должна быть причина, вот этих премиальных, как должен работать закон, но на самом деле вопрос, на мой взгляд, вообще в другом. Вот я вам задам вопрос, как вы считаете, Павлик Морозов? Стукач или нет? Ну, конечно, стукач, да. С его родственников? Вот он, да, отца своего, так сказать, заложил. Отца, ближайшая. Хорошо он поступил или плохо? Бескорыстно ведь, заметьте, он это сделал. Так он хорошо или плохо поступил? На мой взгляд, не скажу. Скажи в другой программе. Ну, понимаете, в коммунистической идеологии, ну, считалось, что это хорошо. Это подавалось коммунистической идеологии, что это хорошо. Мы с вами не были на месте, не знаем, что на самом деле сделал Павлик Морозов. Не важно, что он сделал или не сделал. Сам пример, мы говорим о самом примере. Да, мы сейчас, даже это, был ли на самом деле мальчик, не важно. Но пример подавался, что… С точки зрения идеологии правильно. Это правильно, да. То есть, но, понимаете, в обществе, где на первом месте, допустим, стоят семейные ценности, я не знаю, какие ценности у нас сейчас стоят в обществе. Вот в обществе, где стоят семейные ценности, он, безусловно, сделал неправильно. То есть, ну, где-то там на Кавказе, наверное, вы очень сильно осудили, правильно, за такое поведение. А теперь посмотрите, вот может вообще компания какая-то, вот ваша компания, вы Эхо Москвы, известное, уважаемое радио, там, у вас, конечно, есть договора со всеми сотрудниками, есть договора с вашими контрагентами, там, кто-то, что. Ну, вот на договорах ведь все держится, или все-таки держится на доверии? В первую очередь на доверии. Вот именно, в первую очередь на доверии. Что предлагает государство? Договорные отношения. Нет, оно предлагает разрушить доверие между сотрудниками полностью. То, погодите, а что, в американских компаниях нет доверия между сотрудниками? Конечно, есть. Так, и как же они тогда существуют при том, что существует... Ну, я... Традиция рассказывать, докладывать и сообщать. Про Китай могу рассказать много, про Америку мало. Давайте, когда в двух словах, приметите к своему счету. Может быть, я все-таки, да, свой вариант предложил. Давайте, давайте. Мне кажется, нужны, в принципе, другие меры, те, которые были раньше. То есть, ну, допустим, в современной России, конечно, коммунициевская мораль не пройдет, но воспитание христианской морали вполне приемлемо. А христианская мораль не позволяет как раз человеку, вне зависимости от его договоров, его принципов, просто брать или давать взятку. Особенно брать. Давать им надо приходится. Да. А вот в Китае, например, там поступают, там есть специальные школы для госслужащих, где в течение месяца их тренируют, представляете, тренируют не брать взятки. То есть, там с помощью разных упражнений, медитаций, в том числе... НЛП. Школы различные, уши, тайцзы. То есть, они их приучают отказываться от взятки. Не хочу, не буду брать и так далее. Насчет христианской морали, это отдельная тема разговора. Насколько она там сейчас, кому и как ее нужно прививать, нужно ли вообще. Мы сейчас не будем углубляться в эту тему. Просто там много спорных моментов. Мне это все-таки кажется, что, конечно, государство должно каким-то образом все-таки вводить, пробует, по крайней мере, вводить какие-то правдомеры. Но вот как это на наш мозг ложится, на нашу душу, на наши традиции, это отдельная вещь. И вообще почему-то с общественностью-то не обсуждается. Или обсуждается. Я что-то не помню, каких-то громких общественных обсуждений вообще надо нам, не надо каким образом, что мы ждем от государства, если мы будем вот это вот делать. Как мы сами участвовать готовы? Ну вот Навальный, он попытался общественное движение, антикоррупционное сделать. Да. Значит, обсуждается. И результат обсуждений вы тоже знаете. Русским кругом заинтересованных лиц. Поэтому общественность боится, мне кажется, обсуждать эту тему, чтобы не получился такой же результат, как у Навального. Давайте перейдем к следующей теме. Приземлимся на нашу землю, в город Киров, переместимся и поговорим о судьбе центрального рынка. Тоже коротко, я просто хочу узнать ваше мнение, потому что у нас тут было много экспертов, спикеров, тех, кто имеет прямое отношение к центральному рынку, кто имеет опосреданное отношение. Что делать, собственно говоря, с этим местом? Что должно быть там? Из последних новостей могу сказать, что буквально вчера была встреча с представителями СМИ Владимира Васильевича Быкова. Он там заявлял, что не собирается там строить ни жилые дома, ни что-то такое, что будет гражданам неудобно. Но тем не менее, там в итоге будет строиться некая реконструкция, которая начнется в следующем году, похоже. Там будет стоянка на 800 машин на мест, там будет несколько этажей здания, разместятся парковка. На втором и третьем будут оборудованы торговые места для одежды, на четвертом появятся боулинг, кинотеатры, кафе для садоводов и фермеров на рынке. Оставят крытые места. Ну и обещают еще с бизнесменами, которые там на рынке сейчас вообще существуют, встречаться каждый месяц и есть разъяснительные работы. У меня есть ощущение, что большинство людей, которые принимают участие в процессе, не понимают, что на самом деле должно быть в этом месте, в этом городе. А вы как думаете? Вообще проблема центральных рынков, она проблема не только кировская. То есть эта проблема, как ни странно, возникает регулярно в том или ином регионе и примерно те же дебаты, что и возникают у нас, проходят там. Причина заключается в том, что все эти центральные рынки, они создавались когда-то. То есть они создавались 50 лет назад, где-то 100 лет назад, где-то 30 лет назад. Тем не менее, так или иначе, рынок просто устарел. И тот центральный рынок, который мы сейчас имеем, конечно, он морально устарел. То есть он не соответствует никаким современным требованиям, предъявляемым вот таким организациям. К нему, ну согласитесь, плохие подъезды, очень трудно добраться. Нет парковок, какие есть, так на них невозможно припарковаться. Все остальное это позапрещено. Создался он, ведь когда? Когда не было рыночной экономики, никто в общем-то не предполагал, что было так много торговцев и так далее. Конечно, центральный рынок должен быть, во-первых, другим, а во-вторых, я бы сказал, в другом месте. То есть там, где сейчас он находится, его там не должно быть. Это не должно быть. И то решение, которое городская администрация приняла, я вообще-то в принципе его одобряю. Никакого отношения к городской администрации, по-другому, не имею, но считаю, что они... Никто меня не спрашивал, да? Но они мыслят-то в верном направлении. Другой вопрос, что у нас как всегда, то есть хотели как лучшее, получилось как всегда. То есть прежде чем объявлять о том, что мы сейчас тут начнем сносить, о том, что сейчас что-то будем реконструировать, надо было в общем-то этот центральный рынок сначала перенести, сначала сделать, сначала не пугать людей. Люди, конечно, боятся всех изменений и, конечно, они боятся, что тот бизнес, который они налаживали, там, кто-то 10, кто-то 20 лет, да, последний. Я знаю, что там люди покупали квартиры около этого центрального рынка. Эти квартиры сейчас у них превращены в склады. Я сам около центрального рынка жил достаточно долгое время, поэтому я представляю, что и как там по утрам и по вечерам творится, да. То есть это неприспособленное место, но, тем не менее, оно дает, ну, тем не менее, оно источник для жизни нескольких сотен, может быть, даже тысяч семей. Я, например, замечаю, что в домах, которые, новые дома строятся в этом микрорайоне, живут люди, которые приехали в нашу страну, таджики, узбеки и так далее, которые работают на этом. Ну вот о чем и речь. Они уже там семьи живут, они ассимилировались, они остались надолго. А надо построить на новом месте, чтобы были хорошие подъезды, чтобы были там, возможно, и гостиницы, может быть, даже и общежития для этих людей, пожалуйста. То есть и места такие есть. Например? Ну, у нас пригородов много. А это разве центральный рынок тогда уже, извините, вы предлагаете центральный городской рынок вынести с этого города? Центральный рынок не означает, что он в центре, он не должен стоять на центральной площади. Если уж на то пошло, он должен когда на театральной площади, он говорит о том, что это главный рынок, центральный, в данном случае, это главный рынок или большой рынок. Его вынести можно в любое место. И можно назвать не центральный, пускай он будет главный рынок или большой рынок. Ну, самое-то главное, что о чем вы говорите? Вы говорите, что надо было сначала построить или, по крайней мере, разработать проект? Нет, 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 надо было построить. Прямо построить? Потому что, ну, как, сейчас же я так, может быть, я не все в курсе, но предлагается закрыть и начать реконструкцию. А куда люди-то денутся? То есть им, ну, предлагают какие-то места, но это такое, знаете, необорудование. То есть решение не продумано было, то есть, ну, стратегически. Хотя, то, что там надо делать изменения, и тот проект именно торгово-развлекательного центра, это правильный проект. На мой взгляд, это правильный проект. Там он и должен быть, и это надо делать. А что случится с соседними торговыми развлекательными центрами, которые там точечно понаставлены вокруг центрального центра? Ну, это так интересно. Мне интересно, вы говорите, нужно продумывать все. Я совершенно согласна, что нужно продумывать. А интересы вот этих уже построенных торговых центров учтены уже? А это муниципальное, скажите, учреждение или нет? Вот рынок, это муниципальное учреждение. И когда эти торговые центры строились частными лицами, они ведь не учитывали интересы города. Они просто понимали, что... А разрешение разве не город давал на строительство торгового центра? И разве город не изучал потребности населения в этом торговом центре? Разве не так они должны действовать? Ну, должны так действовать. Как они действовали, я не знаю, должны были так действовать. Во всяком случае, то есть эти центры, они, собственно, получают часть своей маржи за счет того, что тут существует центральный рынок. Ну, построить, если город такой торгово-развлекательный центр, возможно, что-то и оттянется у них. Да, возможно. Ну, значит, они будут думать, как... И тогда мы будем говорить о том, что город не подумал, не собрал там и так далее. Нет, нет, город не должен о них думать. Они не должны. Это частный бизнес, они сами должны о себе думать. Хорошо, спасибо. Напоминаю, что мы слушаем особое мнение ректора Вятского социально-экономического института Владимира Сизова. Переходим к следующей теме. Следующая тема. Вот меня интересует на самом деле, не знаю, посмотрели ли вы ее, я потому что с вами до эфира разговаривала еще вчера. Меня интересует проект, который разрабатывает сейчас Росмолодежи. Это программа по направлению молодых специалистов и, прежде всего, выпускников факультетов госуправления в Крым. Что это за программа? Значит, соответствующее, вот это сведение сообщил руководитель агентства ТАСС Сергей Поспелов. Я читаю, это буквально свежее сообщение. Ну, не очень свежее, давайте так, от 16, чтобы не врать, да, от 16 февраля, вчерашним днем. Речь идет, прежде всего, о выпускников факультетов, как я сказала, госуправления. И связано это, видимо, с тем, что в Крыму нужно выстраивать новую систему управленческую. Я вам еще вчера посылала ссылку на очень интересный блог мэра Севастополя, который, прежде всего, и кричал, и звонил во всех колокола, или просто констатировал о том, что сейчас Крым вошел уже в состав государства, в новую стадию, в новом законодательном поле действия. А, собственно говоря, те чиновники, которые остались, а остались они старые, они не знают, как работать в этом поле. И вот сейчас, пожалуйста, проект Росмолодежь. По вашему мнению, на что направлен этот проект? Насколько он будет эффективен? Зачем вообще? Ну, ссылку я вашу, к сожалению, не почитал, потому что вчера был концерт, потом общение с Гребенщиковым, которое два часа ночи только окончилось, поэтому, к сожалению, невозможно было. Но мнение-то у меня есть, конечно, вы тоже сегодня, Светлана, говорите, вот у меня есть мнение, но не скажу. У меня есть мнение. Я могу сказать, я могу сказать, но оно такое, знаете, вот, такое, как говорят у нас, конспирологическое. А я поспрашиваю вас, если что. Конспирологическое в том плане, что, понимаете, субъект Федерации, новый Крым, там, конечно, все за 20 лет, его отсутствие, даже больше 20 лет, немножко все поменялось. Потому что, на самом деле, гораздо проще, там уже, кстати, и ВУЗ, там, университет федеральный открыт, почему бы не подготовить своих специалистов, молодых в этом ВУЗе. В конце концов, если они считают, что не могут там самостоятельно подготовить достаточно хорошие кадры, почему бы не отправить их, ну, в Москву, в тут же, так сказать, на целевые места, там подготовить, обратно, чтобы вернулись. Если бы поставить молодых специалистов в Крым, там, недостаточно одной зарплаты, вы понимаете, что бы они там осели необходимые квартиры, необходимое жилье и так далее. А Поспелов говорит, есть мотивация финансовая в виде зарплаты, и, конечно же, ряд других мотиваций. Крым, солнце, море, да и вообще патриотически настроенные ребята, я знаю, таких много, готовы работать в Крыму, чтобы, так сказать, поднять уровень развития возвращенного региона? Готовы, как раньше ездили по распределению на три года, но если жилья не будет, уедут. Понимаете, там, какое-то из хороших мест уедут, если не будет жилья. Здесь, поэтому только, как я сказал, уже конспирологическая тема такая, да, скорее всего, туда будут направляться не просто молодые ребята, окончившие просто факультеты, так сказать, государственного управления, ну, в том числе, прошедшие специальную подготовку в специальных органах. То есть они будут туда направлены с тем, чтобы отслеживать ситуацию и действовать в соответствии с интересами именно российского государства, а не острова. Полуостров, я шучу, просто остров Крым, это известная в аксёном повести. Да, я должна поправиться, поправить сама себя. Я приводила, вот вам послала ссылку, сейчас тоже скажу про интервью с руководителем законодательного собрания города Севастополь, лидером «Русской весны» в Севастополе с Алексеем Чалом, который в «Русской идее», сайт «Русская идея», можете посмотреть, давал интервью, где он очень чётко говорил о том, ну, вот что сейчас происходит в Крыму в связи с тем, что полуостров должен жить по новым законам. И как с этим справляются местные власти, которые остались, ну, практически в том же составе. Ну, вы же понимаете, что молодёжь, которая придёт, какая разница, это же, что она придёт из местных вузов, что она придёт из вузов, которые на большой земле находятся, а молодёжь, они не имеют опыта. Поэтому смысл только один – послать специально подготовленных людей, для выполнения специального задания. – Хотелось бы ещё понять, да, где это спецзадание, и желательно до 2050 года, чтобы спецзадание было в открытом доступе, и стало понятно, как будет развиваться коронавирус. – Ну, я думаю, что мы вряд ли об этом узнаем. – К сожалению, к сожалению, как и о многих других планах. Сейчас мы придёмся на короткую рекламу, после чего вернёмся в студию. Это действительно программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занькова. И своё особое мнение высказывает сегодня ректор Вятского социально-экономического института Владимир Сизов. Следующая тема, которую мы хотели с вами затронуть, тут обсадили уже в перерыве, что нам выбрать, что отбросить, потому что много достаточно тем. Это следующее. «Министерство культуры хочет скорректировать закон о возрастных ограничениях на доступ к произведениям искусства». Пояснение Владимира Мединского, министра культуры. «За 20 с лишним лет в России понапринимали огромное количество законов, которые сложно соблюдать по объективным, субъективным причинам. Грифы, касающиеся возрастных ограничений, к сожалению, не соблюдаются». По его словам, я цитирую сейчас эхо Москвы, московский сайт, «Ведомство будет носить свои предложения, основываясь на предложениях заинтересованной общественности». Несколько пунктов. Кто эти люди заинтересованы на общественности, на основании предложений которых будет новую, значит, вводиться категория? И что Вы вообще думаете насчет ограничений, которые действительно понапринимали огромное количество по отношению доступ к произведениям искусства? Ну, не буду оригинальным. Мне кажется, это очередная глупость. Потому что если бы можно было что-то запретить, тогда, наверное, эти ограничения имели бы смысл. А как вообще можно в современном информационном обществе запретить доступ к чему-либо? Ну, в лучшем случае министр может запретить доступ детей в музеи. Ну, это глупость. Тогда он уже не министр культуры был, а министр без культуры, правильно? А доступ к интернет-сайтам он все равно не запретит. То есть и любые вот эти... Меня особенно веселяют вот эти, как их назвать правильно, стикеры, да? Да. Плюс 16, плюс 12 и так далее. Я помню себя ребенком, уж извините, когда я был 12-13 лет, фильмы, которые шли в кинотеатрах с обозначением только для детей старше 16 лет, мы всеми правдами и неправдами пытались на них попасть. Конечно, это же привлекает. Это привлекает. Поэтому эти стикеры имеют значение только для родителей, детям, которых, ну, не больше, может быть, 6-8 лет. Потому что потом дети уже самостоятельно начинают разбираться, что им надо и что не надо. И там, где будут обозначения только для взрослых, они полезут именно туда. Это раз. Второе, насчет искусства. Понимаете, вот, ну, надо различать все-таки искусство от порнографии-то как-то, да? И если это настоящее искусство, оно нагрудить не может, оно, наоборот, воспитывает. Ну, вот сейчас вспоминаю, давно, правда, читал такой пример, что в викторианской Англии, где были вот такие отношения очень буританские ко всему, был случай, когда произошло кораблекрушение, ну, это где-то конец 19-го или начало 20-го века, кораблекрушение, и на корабле плыли несколько молодых пар. Вот они только поженились, было свадебное какое-то тут путешествие, и эти молодые жены, невесты, они, невесты, еще были в подвенечных платьях, так вот они все утонули. По одной причине, что ни одна из них, по-моему, 4 человека, ни одна из них ни в какую не согласилась снять это подвенечное платье с себя. Это реальный факт? Это реальный факт, я его читал, и, ну, правда, давненько, то есть вот такие ситуации. А что у нас может быть с этими запретами? Понимаете, вот эти запреты могут на такое, так сказать, мнимое половое воспитание ведут к тому, что сначала дети, а потом они становятся подростками, потом более взрослыми, они будут стесняться ходить к врачу, если у них возникают некие проблемы с некими органами. Они будут стесняться отношений между мальчиками и девочками к этому, что ли мы стремимся-то, да? То есть мы хотим усложнить им потом жизнь. Вы знаете, я хочу такой вам вопрос задать, секрементальный, Владимир Сергеевич. А вот Министерство культуры, что заняться больше нечем? Как и многим другим, часто говоря, Министерством, но прежде всего Министерство культуры, потому что просто блещет в перлами, да, Министерство образования очень часто, ну, не говоря уже там о Государственной Думе. Вот нечем заняться в наше кризисное время, скажите мне. А вот где-то недавно видел на сайте образование наших чиновников. Сейчас, кстати, наши чиновники хотят, чтобы... Вот может быть этим заняться, а? Все люди, которые получили, ну, какое образование получили, по той специальности и работали. Ну, вы посмотрите, кто у нас возглавляет государство. Нет, вы не ответили на мой вопрос? Заняться-то им что ли нечего? Почему они это делают? Я отвечаю на ваш вопрос, только, так сказать... А, издалека захожу. Издалека захожу, может быть, не так просто сразу его... А я тороплюсь, потому что времени мало осталось. Дело в том, чтобы понимать, надо понимать, чем заниматься. У наших чиновников нет, часто высших, почему чиновников, опыта той деятельности, которой они занимаются. То есть у них нет базового образования и нет опыта работы в этих сферах. Поэтому они занимаются, ну, что они как могут, как у нас каждая домохозяйка занимается на кухне политикой. Так и они занимаются, там, министры, примерно на таком же уровне своей деятельностью занимаются. Что же дальше называется? То же сообщение, которое по всем уже прошло центральным каналам, поскольку мэр Москвы постоянно, не то чтобы отчитывается, но постоянно присутствует, в отличие от нашего мэра, очень активно во всех абсолютно СМИ. Хотя Владимир Васильевич дает пресс-конференции и сообщает, но вот я, например, от Собянина совершенно четко услышала, что он будет делать в своей бочине, так сказать, среди своих чиновников для того, чтобы осуществить антикризисный план. Или я там увидела, например, тот антикризисный план, который правительство Санкт-Петербурга выложило, и он тоже понятен, он несколько лет совершенно ясен. То есть у нас, почему такое дело отступления, у нас не очень понятно, потому что у нас такое ощущение, что решается вот сейчас какой-то вопрос. И когда Владимир Васильевич Быков сообщает о том, что не было сообщений о большом количестве сокращений на наших предприятиях, о том, что сильно подорожали, то есть много жалоб не было, подорожали продукты или падают благосостояния населения, мне слышали это странно, например. Я не знаю, как вами это воспринимается, ну, когда вчерашние были сообщения, которые прошли по всем нашим каналам, но после таких сообщений, даже если они существуют, я хочу увидеть антикризисный план. И меня, как гражданина, например, совершенно устраивает, что, например, Собянин поручил сократить число госслужащих в органах города, да, по его словам, это подразумевает повышение эффективности бюджетных расходов в том числе. И мне кажется, что это может быть эмоциональное мое восприятие, но я уверена, что огромное количество горожан тоже эмоционально ждут какого-то такого поступка от нашего мэра, например. Вот чтобы эмоция была удовлетворена, и еще были прописаны некие конструктивные шаги. Вот как вы считаете, возможно, я ошибаюсь, и в таком случае нужно эмоции совершенно на задний план отодвинуть и не делать таких вот поприских, может быть, они поприские эти заявления о том, что сейчас мы сократим количество чиновников, сейчас мы откажемся от закупок автомобилей, как сказал там Никита Юрьевич, да, Белых, буквально не очень давно. А заниматься нужно какими-то другими вещами. Или все-таки такие шаги тоже необходимы, чтобы продемонстрировать гражданам, не знаю, что, что вы с ними, что все затянули пояса действительно. Ну, шаги, конечно, необходимы, и они, безусловно, будут, если надо понимать принцип, по которому именно российская власть построена, то есть у нас не бегут впереди батьки. То есть сначала Путин объявил о том, что нужен антикризисный план, и правительство сначала разработало, теперь все регионы разрабатывают свои антикризисные планы на основе почему-то именно правительственного плана, хотя все регионы-то по-разному, конечно, живут. Вот разработан в общих чертах антикризисный план области, теперь дошло дело до городов. Я точно говорю, что разрабатывается, потому что недалее, чем сегодня, вот утром, меня, в общем-то, пригласили в комиссию по антикризисному плану города Кирова как раз. То есть поэтому, ну, мы еще, ну, я еще, во всяком случае, не встречался. Да, вот заявление было вчера, что комиссия такая создается. Ну, вот я вот... Вы туда входите. Хожу, но еще заседания не было. А когда будет? Не знаю, потому что только пока вопрос согласовывался, конечно, тут. Ну, так какие у вас мысли? Отвечая на мой вопрос, дилетантский, вот чисто такой человеческий. Насчет попурийских мер. Они сейчас требуются населению или нужно избегать всяческих? Нужны и конкретные меры, и попурийские, к сожалению, тоже нужны, потому что население очень падка к различным таким заявлениям. Если заявления не будут делаться, оно может само себе что-нибудь напридумывать, страшилок всяких. Мы чаще всего придумываем себе страшилки. Поэтому заявления нужны, даже если они, ну, скажем так, будут не такие уж сильные по действию. Но в то же время нужны, конечно, и конкретные меры, может быть, или непопулярные. А вы знаете ли, вы, кто еще, кроме вас, входит в этот комитет? Нет, это был просто телефонный, пока... Официально? Пока я ничего сказать не могу по этому поводу. То есть вы не можете мне сказать, что официально получили приглашение, кто будет в составе этого комитета, тоже... Может быть, меня еще не утвердят. А может быть, вас еще после нашего эфира не утвердят. Но мы все-таки надеемся, что утвердят, потому что хотелось бы получать информацию, конечно, из первых рук. И это было бы здорово. Вы готовы к работе в таком комитете? Я дал согласие. Вы дали согласие. А мысли какие-то о том, какие необходимые первые шаги у вас уже есть? Я бы хотел послушать, какие будут поставлены задачи. Потому что от этого будет и решение, какие мысли стоит озвучивать, а какие нет. А некоторые мысли, даже которые, как скоро, есть, я понимаю, что в нынешних условиях они не будут осуществлены никогда. Но они невозможно осуществить или их просто не воспримут? Ну, дело в том, что многие вещи завязаны, опять-таки, на федеральный центр. Нужно менять законодательство. Это не так просто. Но это было бы самое эффективное. Но самый длинный путь. Нет? Он и самый длинный, он самый невозможный, так скажем. А то, что мы можем сделать здесь, на местах, в общем-то, не так уж много, чего и можем сделать. Ну, сейчас предлагается освободить предпринимателей мелких бизнеса от налогов. Ну, хорошо бы хотя бы это сделали. Это мы можем сделать, разве на муниципальном уровне? Мы это не муниципальном уровне, это на региональном уровне. На региональном. Вот. Ну, все равно. Ведь регион может на это и не пойти. А если, так сказать, город будет активно ходатайствовать, то от города зависит вообще, будет или не будет. Потому что, если будет много обращений, то это сделают. Потому что даже это, освобождение от налогов, это не факт, что освободят. Это федеральный центр отдал на откуп региону. А регион скажет, а у нас денег нет. А вы в курсе, что 16 миллиардов сейчас область пытается занять, потому что не хватает на реализацию бюджета? Да, все в курсе, даже пенсионеры. Вот, и поэтому вполне может быть ответ такой, что, ребята, какие освобождения от налогов? Да, у нас денег нет. Не понимаю того, что если мы освободим, может быть, мы получим в результате больший эффект, чем, так сказать, если не освободим. Ну, мы заканчиваем уже. Как вы считаете, вот этот шаг, что вас, например, и я так надеюсь, что людей вашего же круга, да, приглашают вот в такой антикризис, можно сказать, комитет. Это уже хорошо, позитивно? Трудный вопрос, потому что как я могу оценить, так сказать, самого себя? Не только вас, а вообще людей там вашего круга? Я хочу сказать, что если приглашают, в общем-то, общественность, я к общественности отношусь, это уже хорошо. Хорошо, я-то вас еще и к экспертам отношу, но ладно, я думаю, что там тоже вас к экспертам относят. Спасибо большое, это было особое мнение ректора Авиатского социально-экономического института Владимира Сизова, Светлана Занькова. Всем до свидания. До свидания.